В России отметили День неизвестного солдата. Сотни тысяч людей почтили память российских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Жители Неницкого округа приносили цветы к обелевску победы, где прошел поминальный митинг. День неизвестного солдата – еще одно значимое событие в год 70-летия Великой Победы. 5 ноября 2014 года президент России подписал указ о новой памятной дате. Закон увековечил память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, чье имя осталось неизвестным. Есть события, которые со временем, через сколько-то десятилетий забываются или списываются в архив. Но есть события, которые, как говорится, действия увеличатся, они бессмертны. Подвиг солдат и бойцов Неницкого округа не забывается. В регионе активно действуют военно-патриотические клубы и объединения, поисковые отряды. Ежегодно они участвуют во всероссийских проектах, вахта памяти и бессмертный полк. Поисковики ведут работу по всему Северо-Западу, где шли бои в годы Великой Отечественной. Только в 2015 году в ходе экспедиции в Ленинградскую область поисковиками было перезахоронено 544 бойца. Важно сказать, что с Неницкого округа на фронт ушло 10 тысяч человек, порядка 10 тысяч. Не вернулись порядка 3,5 тысячи. И примерно 34% из этого числа людей – это все люди, пропавшие без вести. Мы в первую очередь ищем, конечно же, наших земляков. Но у поисковиков нет такого понятия, что искать своих или чужих, искать русских или немцев, поисковики ищут всех. Кроме того, в этом году поисковики Неницкого округа объявили бессрочную акцию «Они достойны лучшего». Ее цель – увековечить память о героях войны в цифровом формате. Все, у кого сохранились фотографии, наградные документы, извещения, письма с фронта, могут обратиться в поисковый отряд, где каждую семейную реликвию постараются отреставрировать и перевести в электронный вид. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова